Виртуальный анатомический атлас Пирогов. Пирогов был выдающийся или великий отечественный одновременно хирург и анатом. Он начинал как хирург в Севастопольскую войну в XIX веке, а потом, когда война закончилась, вернулись к мирной жизни, он стал преподавать и начал преподавать не столько хирургию, сколько анатомию, и он автор топографической анатомии. Вы знаете, в других странах нет такого предмета топографической анатомии, только в России. А у нас студенты учат топографическую анатомию на втором-третьем курсе. Это анатомия по срезам. Делают срезы в России зимой холодно, и он просто трупы разрезал перпендикулярно. Прежде всего перпендикулярно. Сегодня эти срезы такие, которые используются в КТ, компьютерной термографии и МРТ. И вот он первый дал основу не только новой анатомической области исследований, но и практику, как где делать разрезы. И вот поэтому это наш виртуальный анатомический атлас, отечественный, такие есть зарубежные тоже, Complete Body, Visible Body, Complete Anatomy. Ну вот это отечественный, я его люблю, может быть, больше даже, чем всякие аналоги. Он хорош тем, что мы можем, видите, повернуть в любую сторону, позиционировать, как нам нужно. И вот давайте, говоря про периферическую нервную систему, себя спросим, как ее разделить. Ну говоря про периферическую нервную систему, вполне понятно, надо сначала сказать, что вообще нервная система, она делится на центральную, и она делится на периферическую. Тогда мы здесь, нет, я был не прав, мы сделаем таким образом. Общий покров уберем мышечную систему, берем систему скелета, оставим сердечно-сосудистую уберем, и лимфатическую берем, эндокринную уберем, мочевую систему уберем, половую систему уберем, и мышечную систему уберем. И вот что у нас осталось? У нас остался скелет, и остались нервы. А теперь мы, если уберем еще и скелет, то только осталась нервная система. Она сейчас объединяет в себе одновременно и центральную, и периферическую. Сделаем покрупнее, что такое центральная нервная система. Это головной и спиной мозг. Головной, вот он, спиной, вот он. А периферическая нервная система, это все волокна, то есть нервы, отходящие либо от головного, либо от спины. И с этой точки зрения получается, что мы можем здесь представить, что конкретно отходит от головного, и что конкретно отходит от спинного. Это головные или черепно-мозговые нервы, их 12 пар. И спинно-мозговые или спинно-мозговые нервы, их 31 пар. Очень интересная вещь, которую мы должны хорошо понимать и знать. Так, у нас товарищ к нам лицом, да, надели его. Вот это пупок. На каком уровне скелетотопически располагается пупок? Что значит скелетотопически? Это значит, на уровне какого, например, позвонка располагается пупок? Обычно это третий поясничный позвонок, да. Вот это третий поясничный позвонок. И все люди разные, вы знаете. Есть разные типы конституции. Есть астеники, высокие и худые. Есть гиперстеники, невысокие, коренастые. Есть норма астеники. Если очень грубо говорить, это 70% норма астеников, 15% астеников, 15% гиперстеников. Эти типы по-другому так же называются. Иногда говорят про астеников, как про долихоморфов. Иногда про гиперстеников, как говорят, как брахиморфов. А норма астеники – это мезоморфы. Мезо – посередине, средне, да. И с этой точки зрения получается, что пупок может располагаться не всегда на уровне третьего. Он может быть чуть выше, чуть ниже. Но принципиально мы представляем, что если мы проткнем насквозь, или наоборот, мы сейчас уберем... Так, это мне опять придется все назад поверчим. Я все убираю опять последовательно, чтобы нам только опять на скелет посмотреть и на нервы. Значит, вот это пятый поясничный позвонок, это четвертый, это третий, второй. И если мы теперь кожный покров сделаем прозрачным, ну, одним словом, не получилось прямо, как в этом фильме, легким движением руки, и тут надо есколькими движениями это делать. Но мне хотелось, чтобы мы осознали вот проекцию пупка, что вот он располагается здесь. А теперь я скрыл этот третий поясничный позвонок. Сейчас скрываю четвертый, скрываю пятый. Что вы там видите, когда мы удалили? Ведь внутри спинно-мозгового канала располагается спинной мозг. Спинно-мозговой канал – это пространство, которое внутри позвоночного столба. Вот если мы смотрим сюда, то вы заметите, что там проволока такая мощная, она просто все скрепляет. вот еще ниже я спустился, эту проволоку видно. На самом деле, как там проволока располагается, так реально должен располагаться спинной мозг. Куда я сейчас зашел? В промежуток между вторым и третьим позвонками, а теперь между третьим и четвертым. В этих промежутках выходят корешки спинного мозга. Корешок по латыни радикс, отсюда радикулит. Вот они будут ущебляться, когда радикулит формируется. И одна очень важная вещь, которую мы должны сейчас осознать. вот смотрите, еще уберу, еще уберу, еще уберу. Вам кажется, что там спинной мозг. На самом деле, это не спинной мозг. А что это? И головной, и спинной мозг окружены оболочками. И вот теперь я убираю систему скелета, мы оставили только опять центральную периферическую нервную систему. мы с головного мозга оболочку убрали. А вот смотрите, я сейчас кликну вот сюда. И подписано, что это твердая оболочка спинного мозга. То есть спинной мозг располагается в своеобразных таких трех оболочках, и их иногда называют мешками. Вот по латыни интересно, она дура-матер, твердая мать. Она не просто там какая-то мягкая, такая тоже есть, пия-матер, но она твердая, потому что она должна защищать. И матер, это одновременно и мать, и также вещество иногда обозначается. и она реально защищает спинной мозг от травматических повреждений. Теперь посмотрите, откуда же она делась? Вот она у нас выделена сейчас таким синим цветом. Так вот, приближаю. Нервы-то этим цветом не покрашены. То есть она где-то заканчивается там, где нервы начнутся. Вот нервы остальным желтым покрашены. Нервы покрываются соединительно-тканной оболочкой, которая называется периневрей. Соединительная ткань, она все оплетает. И периневрей, он получается, является продолжением твердой мозговой оболочки. То есть как только выходят нервы за пределы спинномозгового канала, то здесь исчезнет дураматор, твердая мозговая оболочка и просто перевед в тоненькую оболочечку периневрей. нервой. Вот теперь смотрите, я ее уберу. Дураматор, я ее удалю. Теперь ее нет. И что под ней? Еще одна. Как три матрешки друг с друга спрятанные. Это паутинная оболочка спинного мозга. она называется по-латыни арахноида арахнос, паук. Отсюда есть такая арахнодоктилия, да, такая патология, когда пальцы длинные у человека, это обычно дефект соединительной ткани, генетически, но связанный с тем, что именно происходит деформация, в том числе пальцевых структур, да, и паутинная оболочка, но ясно по названию, что она очень тоненькая, название связано с тем, что она очень такая ажурная, но тем не менее герметичная. арахноидеа, да, то есть паутинная оболочка или арахноидеа, и для нас это очень важно, что на самом деле мы все знаем про какой-то ликвар, какую-то жидкость, которая окружает и головной, и спиной мозг, и этот ликвар, или по-другому церебро-спинальная жидкость, или по-другому спинно-мозговая жидкость, на самом деле это одна и та же жидкость, где ее забирают, если не дай бог этот самый признак менингита, да, или надо забрать спинно-мозговую жидкость по другим причинам каким-то, да, ее у взрослых забирают обычно вот здесь, да, в промежутке между третьим и четвертым поясничными посланками, сзади, пациента укладывают на пациента укладывают на левый бок обычно, да, очень сильно заставляют согнуться, чтобы голова буквально к коленям была, тогда все, вот это пространство расширяется, и сюда иглой входит, чтобы эту жидкость накачать, да, чтобы ее взять на анализ. И если проблемы с инфекцией, если это менингит, да, то доказать это можно только взяв на анализе, да, значит, эта жидкость, она располагается в субарахноидальном пространстве. Одна из проблем, конечно, вот среднего медицинского образования, в принципе, да, связана с тем, что в среднем медицинском нет обязательной латыни, да, а вся терминология, она латинская, да, и поэтому вот мы от студентов медиков требуем, чтобы любой термин по латыни был обязательным. Если ты все знаешь по-русски, но по латыни не знаешь, то как бы это не удовлетворительная тема. Почему я сейчас про это говорю? Потому что очень многие вещи вообще не имеют русского аналогичного аналога, да, понятно, можно сказать, подпаутинное пространство, но никто так не говорят, все равно говорят, что смесь французского с нижегородским, как Пушкин в свое время назвал, да, что это субарахноидальное пространство. Пространство слова на русском, субарахноидальное это латынь, да, но речь идет, что, значит, надо проткнуть вот эту оболочку паутинную, чтобы там жидкость эту можно было забрать. Ну, а мы ее не проткнем, мы ее удалим. Удалили. Тогда я опять, опять там что-то вижу, мы договорились, что три вставленных друг в друга что-то не удалили, но еще раз повторим. Удалить. Удалили. И, значит, когда мы удалили паутинную, то под ней располагается мягкая мозговая оболочка, кия, матер, которая просто для сосудов. В ней сосуды, питающие спиной мозг. И вот теперь мы, когда удалили все три, то вот теперь уже просто нервная ткань перед нами. Нервная ткань, она теперь более-менее одного цвета. В центральной нервной системе и в периферической. Они здесь уже не отличаются существенно. И, собственно, я вам хотел показать фокус, связанный пупком. Пия матер. Пия матер. Арахноида, это значит паутинная, это пия. Значит, вот это крестец. Пойдем снизу вверх. Знаем, что пять поясничных позвонков. Здесь пятый, здесь четвертый, здесь третий, второй, первый и, соответственно, двенадцатый грудной. Мы вот эти позвонки удалили. приближаюсь. Значит, договорились, тут двенадцатый грудной, первый поясничный. Вот я совсем все увеличиваю до максимума. Вот больше уже увеличить не могу. И хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. Спиной мозг вот он. А это уже не спиной мозг. Что это? это конский хвост. Спиной мозг заканчивается на уровне нижнего края первого поясничного позвонка. Не ниже второго поясничного позвонка. То есть, если вы человеку смотрите в лицо выше пупка на два-три пальца, спиной мозг уже закончился. Ниже пупка никакого спинного мозга нет. А что там есть? Вот этот конский хвост. Что такое конский хвост? Это совокупность тех же самых корешков, которые идут вниз еще в спинномозговом канале, а потом станут нервами после того, как выйдут через соответствующее межпозвонковое отверстие. Что значит соответствующее? Все нервы спинномозговые нумеруются по сегментам, а эти сегменты имеют именно конкретную нумерацию. Первый шейный, второй шейный, третий шейный и так далее. Первый грудной, второй грудной. это крестец. В крестце есть дырочки на передней поверхности и на задней. И крестец это сросшиеся пять крестцовых пазанков. Они едины. И сейчас я принесу отдельный крестец. крестец Продолжение следует... Вот я держусь за копчик. Интересно, копчик по-латыни – кукушка. Кокцикс – это кукушка, да? А крестец – это не от слова «крест», от слова «священный». Сакрон, знаете, сакральная там допустим письменность, какая-то священная письменность, да? Отношение к этому отделу скелета с самого начала было такое более чем уважительное. То есть это какое-то понимание очень важной роли данного отдела скелета. Видите, он имеет клиновидную форму, и этот клин вбит между двумя тазовыми костями – левой и правой. И в результате он здесь приобретает такую очень мощную опору. Ведь позвоночник стоит вертикально, и мы должны, соответственно, при вертикальном положении иметь максимальную устойчивость. Эта устойчивость достигается, помимо прочего, крестцово-подвздошными суставами, которых два справа и слева, вот они как раз этот клин, вбитый куда-то, да, делают максимально прочным. Но мы сейчас говорим про крестец, что на нем мы можем найти отверстие. Мы договорились, это сросшиеся. Но когда сросшиеся? У взрослых. После 18 лет, да, ну, конечно, процесс окостенения начинается раньше, но все-таки, глядя на то, что вот эти пять отдельно взятых позвонков, вот первый крестцовый, вот второй, вот третий, вот четвертый, они разделены явными линиями между собой. Это линии окостенения, которые когда-то окостенели, всегда более-менее к 18 годам у мужчин, у женщин раньше немножко. Но понятно, что это пока не окостенело, никакие вертикальные нагрузки существенные нельзя давать, да. Если мальчики там в подростковом возрасте занимаются тяжелой атлетикой, это всегда огромный риск, что будет там потом, да. Сейчас, может, она какие-то достижения имеет, да, но что потом станет? Огромная-огромная проблема, да, поэтому имейте это в виду, надо всегда быть очень, как бы, к вертикальным нагрузкам, особенно у мальчиков, да. Пока процесс окостенения не завершился, быть очень осторожными, да. Погона, погоня за достижениями, это часто во вред здоровью очень существенно. Но вот получается, если пять позвонков, то сколько промежутков между ними? Четыре вполне, естественно. Раз, два, три, четыре. Что здесь выходит, именно в этих промежутках? Выходят... Ну да. В этих промежутках выходят, строго говоря, сначала корешки спинного мозга, которые потом, соединившись, их корешков два, передние и задние, становятся нервами, спинно-мозговым нервом. То есть, вот мы сейчас опять вошли... Почему не видно? А, я пальцем закрыл, да? Вот так вот. Мы зашли в промежуток между четвертым и пятым крестцовым позвонками. И мы можем утверждать, что здесь выходит четвертый крестцовый спинно-мозговой нерв. Нервы нумеруются. И, значит, мы договорились, что это четвертый спинно-мозговой нерв здесь выйдет. А ведь спинной мозг закончился намного выше, сантиметров на 20. То есть, этот нерв, чтобы здесь выйти, он должен был идти практически вертикально. И, собственно, это нам сейчас заметно на нашем... В виртуальном анатомическом атласе пирогов, что вот спускаются эти волокна сверху вниз. Зачем? Для того, чтобы выйти в соответствующем межпозвонковом промежутке. Что первый крестцовый нерв выйдет в первом межкрестцовом промежутке. Что пятый поясничный выйдет между пятым поясничным позвонком и первым крестцовым. Поэтому вот этот конский хвост, это совокупность корешков спинно-мозговых нервов, которые спускаются от места окончания спинного мозга до соответствующего отверстия. И вот эти соответствующие отверстия, они могут располагаться намного сантиметров ниже. Теперь я опять уберу систему скелета, вернемся непосредственно к нервам как таковым. Еще одна очень важная для понимания вещь. Что понятия корешок и нерв, они существенно отличаются. Субтитры создавал DimaTorzok Вот это в увеличенном виде модель спинного мозга одного сегмента. Спинной мозг можно поперечно нарезать как колбасу. И сегментом спинного мозга называется участок среза между двумя парными корешками. Я не оговорился, не между, а на уровне двух парных корешков. Парный, правый и левый. Но, к сожалению, у нас препарат не новый. От корешков здесь остались только воспоминания. Вот это белое, это был как раз задний корешок спинного мозга. А вот это остаток переднего корешка спинного мозга. А как я отличил он, передний или задний? Вы видите, что внутри спинного мозга есть вот эта бабочка серого вещества. А по периферии это белое вещество. Серое вещество это всегда то, что содержит тела нейронов. Нервные клетки располагаются именно здесь. А белое вещество это то, что содержит отростки нервных клеток. Они иной раз тянутся больше метра длиной. И идут сначала в белом веществе спинного мозга, а потом уже в нервах. Так вот, бабочка серого вещества, она всегда имеет одну особенность. Задние рога более такие стройные, а передние рога более массивные. Вот здесь на этой части показаны как бы рельефы бабочки серого вещества на разных уровнях. Что они везде отличаются, но везде передние рога массивнее, шире, толще. А задние рога всегда тонкие. Получается, что за пределы спинного мозга из-за бабочки серого вещества выйдут волокна корешков, которые покинут спинный мозг. Сначала они идут в субаарахноидальном и субдуральном пространстве. А потом, как только выйдут через соответствующую дырочку, я теперь покажу эту дырочку на примере не крестцовых позвонков, а вот этого. Любое другое. Это межпозвонковое отверстие. Вот через это отверстие выходят... Но сначала корешки спинного мозга, они приближаются друг к другу, а потом, когда уже друг к другу сблизились, стали нервами. Здесь несколько важных очень моментов. Ну, во-первых, попытайтесь представить себе. Вот сейчас вы видите переднюю поверхность спинного мозга, извините, подзаночного столба, а вот сейчас, наоборот, я поворачиваю заднюю поверхность. Вот пациент лежит на животе. Чуть дальше не надо так здесь сказать, спасибо. Пациент лежит на животе, ну или стоит к вам спиной. Вы вот эти остистые отростки прекрасно расщупываете. Поперечные отростки...